Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, все вы помните об этом трагическом случае Александра Колтовой, прекрасный ведущий и замечательный, в общем-то говоря, человек, молодой человек, 41 год, молодой мужчина. Значит, погиб в авиакатастрофе, управлял таким легкомоторным самолетом, обучался, гордился тем, что научился летать. И в тот день был вместе со спутницей, очень аккуратно писали, и очень аккуратно я об этом говорил, потому что дела такие, это тонкие, семейные, да, я говорил, что, возможно, это коллега и так далее, собственно говоря. Ну, вы знаете, многие писали действительно, и мы с вами много говорили об этом инциденте, и о том, что эти самолеты, они не оборудованы какими-то черными ящиками, бортовыми самописцами, по которым можно выяснить, в чем была причина, так скажем, да. А вот платы все, по которым что-то можно было считать, Международный авиационный комитет на международном уровне расследовали, кстати, этот инцидент, этот трагический инцидент, пришли к выводу, что, значит, по этим платам ничего невозможно считать, потому что они все сгорели. Александр Колтовой поступил как настоящий герой, он увел самолет от жилых домов в поле, по всей видимости, он понимал, что произойдет, потому что, по словам очевидцев, самолет очень сильно трясло, болтало. Я тогда обратил внимание, что писали, что самолет принадлежит некоему бизнесмену, и, по-моему, 33 года было девушке, которая была с Колтовым, она что-то там с банковской системой, то ли она, значит, директор какого-то филиала банка, что-то подобное. И вот сегодня неожиданно появилась статья о том, что Александр Колтовой развелся с женой накануне своей гибели. Это, конечно, ну меня, я не мог пройти мимо, потому что я очень много говорил об этом, и просто об этом совершенно нигде не сообщалось. С 7 ноября не стал, пишут известного российского журналиста Александра Колтового, я напомню, что он вел программу ДНК «Звезды сошлись», я его узнал по программе с Ефремовым, где «Звезды сошлись» были. Это была, значит, программа, которая действительно среди всех других программ выделялась тем, что дали слово защитникам, так скажем, Михаилу Олеговичу, которые рассказали про всех белые пятна, которые были, и сестра Анастасия Ефремова там сказала великолепно, очень проникновенные слова. Значит, на борту в тот роковой день находилась его подруга, пишут уже, сотрудница одного из столичных банков. Значит, в первые часы после трагедии в СМИ прошла информация о гибели вместе с Колтовым его супруги, однако позже стало понятно, с ним была другая женщина, которую в летном журнале он записал как жену. То есть Колтовой в летном журнале вот эту девушку, которая была с ним, записал как свою жену. Значит, и теперь здесь, вот в этой публикации объясняется почему. Естественно, подобный поворот начал подогреваться предположениями об изменах Колтового, решившего провести время в компании любовницы. Значит, но правда оказалась совершенно неожиданной. Как выяснилось, ведущий крайне ревностно относился к своей частной жизни, а о своей семье рассказывал только действительно близким людям. Значит, по словам окружения, Колтовой развелся с женой накануне своей гибели, и это он стал инициатором расставания, именно он. При этом на сайте одного из судов есть данные о том, что Александр развелся 12 августа 2020 года. Значит, как пишет московский комсомолец, супруги заключили мировое соглашение, имущество поделили поровну, жене отошли квартира и машина, колтовому загородный участок и другой автомобиль. Дочь по соглашению сторон осталась, значит, с матерью. Также выяснилось, что журналист часто влюблялся, однако мог охладить к новому зубину в довольно короткий срок. С погибшей девушкой его связывал роман, о котором он стал говорить примерно за месяц до вот этой трагедии. В последнее время журналист признавался друзьям, что встретил наконец своего человека и даже готов снова связать себя узами брака. Вот поэтому он записал ее как свою жену. То есть, исходя из этой публикации, исходя из некого расследования московского комсомольца, можно сделать вывод, что Колтовой, он фактически не был женат на момент трагедии. Записал вот эту девушку как свою жену, потому что он, видимо, хотел на ней жениться. Но во всей этой истории, как бы для меня вопросом остается вот что. Все дело в том, что говорили, что там масляной бак мог быть пробит, еще там что-то. Значит, что масло утекало. Вопрос вот в чем. Она, по-моему, была замужем, эта девушка. То есть, можно об этом теперь рассуждать более открыто, исходя из того, что все-таки это не задевает чувства супруги, я так понимаю, раз они уже были в разводе. Я не говорю о том, что у нее не было чувств или что-то. Я имею в виду, что, ну, не в официальном браке они состояли, это уже как бы его было личное дело. Значит, все дело в том, что, по-моему, вот эта девушка, которая с ним летела, она была замужем. А это очень тонкий нюанс, вы сами понимаете, о чем я говорю. Это очень тонкий нюанс. И именно в этот момент, когда он с этой девушкой, соответственно, летит в самолете, происходит трагедия. Я ни о чем, я ничего тут не говорю, ничего не подозреваю и ни в коем случае никаких версий не выдвигаю. Но какие-то вопросы в голове возникают, действительно. Какие-то вопросы в голове возникают. А почему так, а что так, как? Считать ничего невозможно, бортовых самописцев не было. Летел с девушкой, с которой хотел связать себя узами брака, она замужняя. Ну, я помню, по крайней мере, писали в СМИ, что она замужняя, да, девушка? Значит, еще раз скажу, это всегда очень тонкий нюанс, замужняя девушка, да. Значит, и все дело в том, что, ну, для меня это полная неожиданность, к примеру, вообще, абсолютно. Потому что сколько тогда говорили, высказывались близкие, высказывались те люди, которые его знали. Может быть, они знали, что он относился так ревностно к своей личной жизни и целенаправленно об этом не говорили. Так скажем, не хотели, чтобы, ну, вот, это вышло, да, вот, что, ну, ну, человека не стало, семья, так скажем, вот, не стало так и так далее, да, вот. А все-таки тогда и я не стал вот это слишком так, эту ситуацию раскручивать, что там другая девушка и так далее. Как бы, значит, да, вот, вот таким путем. Кто-то писал, что у нее есть дети. И я помню даже один комментарий, что, мол, того, что вы постоянно говорите про Колтового, а почему вы не скажете, что дети остались без матери? Да, и так далее. Про эту девушку. Про эту девушку никто нигде не написал ничего вообще. То есть, ну, я думаю, что люди все-таки совесть поимели и как-то, знаете, так вот стороной обошли этот вопрос, учитывая, что это все-таки очень такой личный момент. Я бы тоже сейчас не стал говорить ни в коем случае, но я считаю, что те люди, которые действительно вот очень восприняли глубоко, да, очень близко к сердцу, что говорится, как говорится, вот эту трагедию, имеют право, по крайней мере, знать, да, что вот это было вот так. Так, это было вот так. И, конечно, это, еще раз скажу, та информация, которая, ну, вот в первые дни, когда все это случилось, о ней никто не знал. Я не знаю, может быть, вы знали, может быть, для меня это как бы такой вот, такая неожиданность, может быть, кто-то и знал. Но, вы знаете, еще раз скажу, что я ничего не подозреваю, ни версий никаких не выдвигаю, но, тем не менее, замужняя девушка, так скажем, дети и так далее. Здесь, друзья, возникают, конечно, самолет принадлежал там некому бизнесмену и так далее. То есть тут, в общем-то говоря, довольно интересно, да. И я тогда уже сказал, что, как мне кажется, ну, все-таки это ведущий федерального канала, НТВ. В общем, друзья, здесь, вы знаете, история-то может быть гораздо запутаннее, чем кажется на самом деле. Как мне кажется. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, вы со мной, если правы, не правы, если согласны, не согласны, считайте, что я не прав. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, подписывайтесь на мои, ребята. Основной канал, на котором мы находимся, Будда Гришна, на канал саморазвития Будда Гришна Live. Добавляйтесь в Инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание official. Трагический, конечно, момент, и это задело действительно очень многих людей, потому что человек хороший, человек очень такой светлый, колтовой. Я его знать не знал, но читал, вот пару программ посмотрел. Деликатный очень человек, да. Ну и тонкий момент, еще раз скажу, да. Всем пока, ребят, до встречи.